Астролог это не звездочет, не волхвы, не оракул. Это человек, который тесно связан с теми науками, начало которым дала астрология. Галина Воронкова астролог по призванию предсказать будущее может не только всей стране, но и миру. К примеру, напряженную ситуацию в арабских странах и страшное бедствие в Японии Галина еще в начале года рассчитала по звездам. По ним же она видит, что для страны восходящего солнца это только начало. Здесь события еще не закончились. Здесь сама фаза затмения, она в июне только будет, то есть сам пик затмения. Поэтому и в 2012 году есть события по Японии, то есть тоже проходят интересные ситуации. Слухи о том, что толчки землетрясения дойдут до России, орловский астролог считает беспочвенными. Опасаться стоит Америки, Антарктики и Австралии. О нашумевшем конце света в следующем году предсказательница припасен свой прогноз. Ну о каком апокалипсисе можно вести речь, да? Никогда не может быть такого, чтобы затмение на всю территорию Земли распространилось, да? И никогда не может быть такого, что затмение вечным стало. Это минуты, часы, секунды, это во времени все измеряется. И кратковременное, допустим, изменение ритмики, оно не приводит к глобальным катаклизмам. Правда, специфика работы Галины заключается в другом. Создавать масштабные предсказания не для нее. Работая индивидуально с людьми, это основной план моей деятельности, то, что мне нравится. Я использую все виды астрологии и никогда не навязывая мнение человеку, пытаюсь объяснить его возможности в жизни. Своими звездными расчетами астролог лишь может предложить выходы из сложившейся ситуации. Но исправлять и решать что-то звезды не в силах. Маг, прорицатель, ведун, кудесник, сродни астрологу, считает народ. Это ошибочный сложившийся стереотип, говорит Галина. Интуиция в астрологии, несовместимые понятия, математика сплошная, расчеты, точная наука, которая не допускает ошибок. Делая гороскоп, я не делаю один расчет, я делаю 24 на полный объем, если вот по полной программе. Екатерина Габова, Владислав Гапеев для программы Оперативный эфир.